стоимость газа в европе в моменте приблизилась к двум тысячам долларов за тысячу кубометров формально даже закупки толком не производились потому что это уже был явный перебор но рыночек же порешал хотя аж на сразу пять европейских стран призвали расследовать причины такого невероятного ценового скачка хотя опять же а что не так разве это не единая европа без перерыва боролась против долгосрочных газпромовских контрактов чтобы сэкономить страны они там просто хотят чтобы русские бесконечно и бесплатно поставляли им энергоресурсы они их также бесконечно долго поливали гадостями и учили жить что ж кажется этот поезд ушел как ушел он для японии с ее островами а для сша с их исключительностью и ведь какие перспективы открывались хотя честно сказать они и сейчас не закрыты ведь во первых ценовая паника на рынке газа сюрприз сюрприз потащила за собой вверх котировки всех остальных грязных грязных энергоносителей и вот уже и нефть ушла за 80 долларов за баррель хотя некоторые в 2020 году особенно с одного известного либерального радио любили рассказывать что скоро за бочку черного золота будут давать лишь по морде и уголь тоже ставит рекорды это кстати наполняет карманы не только газпрома не только раз нефти которые также будут больше еще больше платить налогов в накладе не останутся горняки хоть кузбасса хоть внимание донбасса привет тебе незалежная которая отказалась от всех этих ништяков по хорошим ценам прикручивать этой зимой будет весело правда стрижка только началась и вот еще фокус электричество в европе выросла в цене в жалких пять раз и теперь там закрываются заводы по производству удобрений а удобрения вы сейчас удивитесь ведь учиться в школе это теперь не модно лучше агитировать за зеленый переход это тот же газ только в профиль но россия ведущий мировой производитель удобрений причем кстати производства аммиака тоже закрываются из-за цен на газ эта музыка будет вечной россия еще и второй в мире производитель аммиака после китая но движемся дальше алюминий это по факту электричество в слитках очень много надо электричество для его производства больше чем для майнинга биткоина и никому не нужный алюминий в боинге airbus и тойоте фольксвагене и других местах только что икнули и отложили кирпичей он тоже штурмует исторически ценовые рекорды а теперь буквально 30 секунд вашего внимания немного информации от нашего спонсора брючный кожаный ремень от русского бренда великарос это неустревающая классика и фирменное качество ремни выполнены из натуральной высокопрочной воловьей кожи методом горячего тиснения на ремень нанесен образ русского богатыря слова чудотворной молитвы и изображение животворящего господнего креста представлен богатый выбор расцветок на любой вкус пряжки изготовлены из латунных и мельхиоровых сплавов такой ремень долго прослужит своему владельцу у них много и других интересных вещей переходите в магазин по ссылке в описании понимаете энергия она как путин петров и баширов то есть везде газом отапливают голландские теплицы но при такой цене их проще закрыть и голландские цветочки и вкусняшки накрываются прекрасной европейской зеленой энергетикой в январе а может и раньше это как пойдет и как путин с генералом морозом договориться к тому же чтобы собрать урожай в европе тоже нужно топлива и вот европейские производители хлеба булочных и макаронных изделий начали предупреждать власти об угрозе неизбежности повышения цен на макарошки ориентировочно на 40 процентов пока кстати в россии капиталистическая партия все время переживает что это как раз путин все спагетти слил ну ну вы там держитесь и опять же кстати наше любимое теперь слово внезапно в европе помимо венгрии уже и болгария от греха подальше захотела большой и длинный фу какие вы пошлые контракт она захотела с газпромом пролюбили в свое время южный поток и кажется что-то стало доходить даже смотрите что пишут цитируем исполнительного директора компании булгар газ николая павлова хотим иметь безопасность и надежность поставок газпром надежный поставщик мы тоже очень корректные однако есть моменты в договорных отношениях которые можно еще улучшить в интересах каждый из сторон вот что мороз животворящее делает даже забили на дружбу с гегемоном который им когда-то запретил работать с россией отчего себе балдеет в тепле и бабле сейчас султан президент эрдоган но путин он добрый и несмотря на то что в европе электроэнергия за восемь месяцев вообще подорожала почти на тысячу процентов а в россии на 4 успокоил истерящих европейцев будет вам газ и на бирже можно но не на споте в европе а в петербурге потому что детки биржевая торговля газом это не часы трусы и галстуки он так просто не продается нужны специальные хранилища в общем в этот раз любителям зеленой энергетики повезло два раза что путин добрый и сделаем подарок на свой день рождения что вообще у российского руля стоит путин но кажется так как некоторые не обучаем и принципиально даже умея казалось бы играть на рояле это далеко не конец истории ори